Привет! И это я, Magic, и это первый раз, когда я буду читать книгу вместе с вами. Начнем. Сегодня я буду читать Shannon Hale, Ever After High, Кто на свете хуже всех. К сожалению, в первой части книжной хронологии у меня нету, но есть вторая и последняя. Поэтому буду читать вам вторую часть, Кто на свете хуже всех. Поехали! Пролог. Очень зловещий пролог. Если бы злой королеве нужно было всего одним словом описать то, как она живет, она бы выбрала слово «тесно». Если бы можно было добавить еще несколько слов, она бы добавила бы «невыносимо ужасно», «мерзко», а также пару-тройку фраз, которые не включат в свою историю ни один благопристойный рассказчик. Тесная камера из черного стекла, в которой сидела злая королева, находилась внутри волшебного зеркала, специально сделанного для того, чтобы содержать в нем злобляющих и опаснейших преступников. Она вспомнила Милтона Гримма, придумывавшего это зеркало, и в ее глазах загорелось фиолетовое пламя. Она вновь, в которой уже раз, принялась искать способ вырваться отсюда на свободу. Если честно, она действительно была самой ужасной злодейкой, которую узнавала история страны долго и счастливо. Эту дурную славу она приобрела не за то, что отравила в своей сказке «Белоснежку», но за постоянные попытки захватить власть и в других сказках. Кульминацией стало вторжение злой королевы страны чудес. Между прочим, этот грустный грим мог бы для королевы сделать камеру и поудобнее. Резким взмахом руки злая королева оторвала кусок паутины, которая постоянно и с невероятной скоростью росла из углов камеры. При этом внутри камеры она ни разу не видела ни одного паука. Злая королева в сто тысячный раз прижала свою ладонь в грязной серой стене. «Расширься!» — прошептала она. «Раздайся!» — сказала она. «Сдвинься!» — крикнула она. И тут же невидимая сила ярусно бросила королеву назад, повалила на спину. Королева медленно поднялась, встала, покачалась. На дрожащих ногах, прижимая пальцы к переносице. Голова после такого удара будет болеть у нее несколько часов. Потом боль утихнет, и можно будет предпринять следующую попытку. Камера ничуть не стала просторнее, чем до этого. Но королева не сомневалась, что рано или поздно найдет слабое место в заклинании, которое постоянно отбрасывает ее прочь. Слабяно слабяночку, которой хватит, чтобы слегка расширить пространство вокруг себя. «А если очень повезет, то она вообще выберется на свободу!» Неожиданно камеру залила волна пурпурного света. Королева подняла руки, собираясь отбить магическую атаку, но вспышка уже погасла. Королева шмыгнула носом. Что-то изменилось. Она пошевелилась в воздухе пальцами, с удовольствием отмечая, что уровень магической силы вокруг нее стал меньше, чем обычно. Злая королева подняла руки перед собой, сложила пальцы в виде правомугольной рамки и нараспев заговорила. Вид, взгляд, четкая трещина. Дорожка сквозь стекла в свободное пространство. Найдись, появись, покажись, откуда сверкнула та вспышка. С бровями злой королева вступила по капельке пота. Когда зародившаяся в голове боль, копьем прознадила все ее тело, пройдя через грудь, через живот и добралась, наконец, до кончика большого пальца на левой ноге. На стене перед королевой левой сам собой загорелся правомугольник. Ярко вспыхнувший поначалу свет постепенно слабел, затем совсем погас, и на стене появилась квадратная рамка размером примерно 60 на 60 сантиметров. «Ага!» — воскликнула королева. Отгоняющее заклинание не исчезло, но сила его уменьшилась настолько, что с ним теперь можно было справиться, причем без особого труда. Королева принялась пупнить заклинание. Заклубился легкий туман, поднимаясь от пол вверх по стене. Раздался треск. Его можно, но описать только как противоположность тому звуку, который издает разбивающее окно. И в раме открылась поверхность, поверхность покрытого серебряного амальганого стекла. Наконец-то настоящее зеркало! Злая королева с жадными любопытствами рассмотрела. Расма ответила, появившись в ее волосах седые пряди. Она нахмурилась, невольно вспомнила о том, что когда-то считалась неотразимо прекрасной, даже когда сердилась. Еще несколько слов, еще утек пальцами, после чего пришлось вынести острый приступ головной боли. И в зеркале открылся вид над террасой внутреннего дворика школы долго и счастливо. Выходит, это отсюда прикатилось, давала на спасителя для королевы магической энергии. Собравшись на террасе толпе, металась в панике. Студенты и учителя носили широко раскрыть мент ужаса ртами. Увидев эту милую картину, королева не смогла не улыбнуться. Но давненько она не любовалась таким прелестным зрелищем. Затем королева заметила свою дочь, Рэйвен, стоявшую высоко на поместе, на помосте. Злая королева прикоснулась рукой к поверхности зеркала. «Отмотать назад!» Нераспев произнесла она. Картинка в зеркале замерла, фигурки на террасе быстро забегали в спину вперед. Как это обычно бывает при перемотке видеокассеты. Наконец, королева прошептала. «Стоп!» «Теперь воспроизвести!» Зеркало принялось воспроизводить события с того момента, который выбрала королева. Появилась Рэйвен, подходившая к большому лежащему на подиуме книге. «О!» Негромко шепнула королева. «Это должно быть день наследия!» Она закатила глаза. Этот ритуал проходили все дети знаменитых сказочных персонажей. В день наследия они ставили свою подпись к книге легенд, связывая тем самым свою будущую судьбу с судьбой своих родителей. Разумеется, королеве хотелось, чтобы ее дочь стала злой и последовала по славным стопам своей знаменитой матери. «Самое настоящее зло — делать то, чего от тебя хотят!» Пусть даже ради своей личной выгоды. Так поступаешь ты, но это загадочным образом помогает не тебе, а гриму усиливать своего контроля над ситуацией. А дальше... Дальше... Вместо того, чтобы расписаться, Рейвен вырвал свою страницу из книги легенд. Своим зорким наметанным глазом королева успела заметить, вылетевшую из книги бледный пурпурный луч магической энергии. Вот и получен ответ на один из вопросов. Магическая энергия, высвободившись в тот момент, когда Рейвен вырвалась с ней из своей страницы, создала ударную волну, которая долетела даже до заключителя внутри волшебного зеркала камеры. «Пауза!» — сказала королева, и принялась рассматривать на застывшее изображение. Все персонажи казались испуганными. До смерти. Эппл Уайт, дочь главной соперницы злой королевы, готова была разрыдаться. Рейвен стояла на своем помосте, широко расправив плечи, высоко подняв голову, ни в чем не раскаиваясь. Сильная, властная, вылитая мать. Королеве безумно захотелось обнять свою доченьку, которая подросла настолько, что ей стало по плечу повергнуть в ужас всю страну долго и счастливо. Не хуже, чем это удалось ее прославленной матери. Злая королева медленно улыбнулась, затем принялась хохотать. Конец пролога. Надеюсь, вам понравилось, и если хотите, чтобы я прочитала первую главу, то набираем 10 лайков. И напишите в комментариях. Спасибо за то, что были со мной. Пока!